Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Александр и я хочу вам рассказать о коляске от компании ABC Design Катания 4 Катания 4, правильно ее называть конечно Это немецкий бренд, я очень люблю этот бренд И знаете, всегда он как-то мимо меня проходил вообще этот бренд, я особо его не замечал Но как только мы нам его продемонстрировали, мы его посмотрели И соответственно изучили досконально эту компанию Мы были очень приятно удивлены тем, что нам предлагает эта компания Это настоящий премиальный продукт, я считаю, мое личное мнение Есть конечно чуть более дорогие материалы, использованные в гораздо более дорогих колясках Но это такой хороший премиальный продукт за адекватные деньги, вот это вот 100% И в случае непосредственно с Катания 4, ссылка внизу в описании будет на First Buggy магазин Именно на эту позицию И вы реально удивитесь, сколько она сейчас стоит Это реально антикризисные премиум предложения И я очень его рекомендую Так что посмотрите этот обзор до конца Давайте я вначале расскажу вам немного технических характеристик Напомню, немцы дают гарантию 2 года Это хороший диапазон, большой, достаточно срок гарантийный И очень огромный плюс этой коляски Это ее вес С люлькой она весит 11 кг С прогулочным блоком его позже увидим Она весит 10,5 кг Это вес чуть ниже обычных книжек прогулок с надувными колесами Реально, интересное предложение С рождения до 4-5 лет 22 кг вес ребенка выдерживает Кстати, 59 кг колесная база ширина То бишь в любой проход, проезд между стеллажей где-то в магазинах Вы везде спокойно поместитесь, естественно, в любой лифт Здесь очень большая люлька 76 на 34 Это крупная люлька И вы видите, здесь просто здоровейнейший козырек Кстати, он с защитой от ультрафиолета по стандарту 50 Поэтому придраться вообще очень сложно Ткани очень приятно тактильно Они видно, что износостойкие, недешевые Вот поэтому я и говорю, премиум за недорого Это действительно удивительное предложение Вот эта секция у нас закрывается Давайте покажу вам Если вам козырька этого много Просто берем Летом не всегда это надо Хотим, чтобы ребенок воздуха больше поступало Можем открыть и все Здесь есть у нас транспортировочная ручка С эко-кожей обито Все как сейчас любят в ромбиком Ручка обычная на коляске Точно же такой же эко-кожей Эко-кожа такая плотная Как вот знаете, BMW любила такие делать Такую кожу, немножко такую толстую Чтобы она долго служила Вот здесь вот тот же самый случай Но все равно тактильно очень приятная Так, давайте заглянем внутрь Из таких приятных мелочей Вот эта вот накидочка крепится к люльке С помощью кнопок И именно люлька Сама накидка крепится вот здесь кнопкой к люльке И сверху еще дополнительно подкрепляется Частью от козырька То есть она очень плотно, хорошо сидит Она не будет слетать и тому подобное Еще спереди подхватывается Вот с этой части тоже подхватывается кнопкой Поэтому поддувать нигде не будет Давайте внутрь заглянем Вот у нас внутренности Тактильно тоже очень все приятно Матрасик толстый Реально толстый, хороший матрасик В общем к люльке у меня лично претензий нет Если ребенок попадет в зиму Любой меховой большой конверт На толстой натуральной овчине Поместится вместе с ребенком Поэтому вот я считаю люлька здесь отличная И также у нее есть снизу ножки 4 Чтобы мы могли куда-то ставить И не боясь порвать, поцарапать Поэтому здесь все продумано В этом отношении хорошо Сейчас мы видим раму И поставим прогулочный блок Прогулочный блок естественно он реверсивный И по ходу ставится и против хода ставится Давайте я его по ходу поставлю Чтобы вам было лучше видно Здесь та же самая история с козырьком Дополнительная секция у нас Вот так вот открывается Если это необходимо И на замочке закрывается Если вам слишком много козырька Ну на самом деле Обычно никто ее не закрывает Оставляет вот в таком виде Если нужно просто приоткрыть Открывает Он действительно большой И закрывает ребенка практически Если вот посадить полностью сверху По самую подножку Поэтому козырек тут действительно С большим-большим запасом Сидение здесь высокое 125 градусов Давайте я сейчас проверю Чтобы я не ошибся 125 градусов у нас Почти вертикальное положение Назовем вот так И 175 у нас ребенок лежит Хороший очень диапазон Что касается безопасности Пятиточные ремни Везде мягкие накладки На паховой зоне И на плечевой Бампер Бампер у нас как калиточка Откидывается Подножка регулируется Все стандартно Все нормально И достаточно Много наполнителя У нас получается В сидении И она получается Достаточно такой Приятной Для длительного Времяпрепровождения Комфортно Долго ехать Потому что мягенько Вот Давайте покажу Регулировочку Вот собственно У нас Мы полностью лежим И обратите внимание Это прогулочный блок Гамаком Не полностью горизонтально Ребенок лежит А вот с таким перегибом Знаете Люди делятся На две категории Кто-то любит Вот гамак Но это и врачи Говорят Что так Кровообращение лучше Ножки меньше затекают Кто-то любит Просто ровный Поэтому Вот как-то так Выбирать вам Так Соответственно Давайте посмотрим На ручку Ручка у нас здесь Регулируется В очень большом диапазоне Очень невысокие Родители смогут Тоже для себя Отрегулировать Если например Даже старший ребенок Есть Хочет покатать В моем случае Так было Дочка Сына катала Тоже любила Постоянно Мы ее опускали Другая была коляска Но диапазон Такой же Все опустили Ребенок катает Братик И все нормально Вот Диапазон большой Под любой рост Можно короче говоря Подогнать Давайте теперь С вами изучим Шасси Шасси естественно Здесь у нас Металлическая Подгонка Деталей Отличная И хочу заметить Что все соединительные элементы Все металлическое Естественно Окантов Сверху у нас Декоративные накладки Пластиковые Но внутри Все крепления Металлические Поэтому И она является Одной из Таких самых Надежных колясок У них нет Практически Гарантийных Обращений Колеса здесь Полиуретановые Благодаря этому Они легкие Но при этом Они достаточно Мягкие В общем К этому Претензий нет У нас Антишок Амортизация Есть спереди Также она У нас есть Сзади Поэтому С комфортом Здесь в принципе Все нормально Колеса передние С возможностью Блокировки Так опускаем Сейчас Секунду Так вот Опускаем И соответственно Все колесо Заблокировано И какую-то Неровность Плохую дорогу Если нужно проехать Там в парке Где-то вы Корни деревьев Там тому подобное Будет нормально Себя Чувствовать Проходимость Здесь в принципе Да Все нормально Давайте теперь Посмотрим На багажник Багажник Здесь абсолютно Нормальный С дополнительным Кармашком Внутри Да Можно кстати Телефон бросить Чтобы он Не светился Не было его Видно Иметься Прямо Так Чтобы не валялся И Основание У нас В багажнике С Сшитыми Туда Пластиками Пластинами Чтобы он Не прогибался Когда мы Что-то Нагружаем Бортик Высокий В принципе Багажник У меня Особо Вопросов Нет Единственный Не такой Вот момент Вот эта Перекладина Усиливающая Она Находится Прямо Посередине И Что-то Прямо Крупное Придется Как-то Подпихивать Сюда Но это На самом деле Ерунда Сюда Баскетбольный Мяч Вы вряд ли Будете Класть Соответственно Что касается Тормоза Тормоз Здесь самый Нормальный Сверху Разблокируется Сверх Уже Блокируется Ковырять Обувью Ничего Не нужно С этим Короче говоря Все хорошо Так Теперь Давайте Я вам Покажу Как она Складывается Складывается Она Исключительно Только По ходу Движения Не Сложить Вы можете С блоком И против Хода Только Он будет В другую сторону Торчать Кому Это Надо Соответственно Делаем Ее В положении Двоечку Приводим Приблизительно На уровень Ручки Прогулочный Блок И потом Начинаем Опускать Вот так Вот это Мы делаем Опускаем Все Он защелкнулся Сам Саму Ручку Можно Подогнуть Уменьшить Объем И после Чего Нам Можно Спокойно Опускать Подножку Вот Собственно Вот так Мы можем Максимально Компактно Ее Соответственно Сложить Как по мне Для полноценной Большой Коляски Вес Классно 10 11 Кг Действительно Хорошо Это Хороший Достаточно Показатель Она Достаточно Необъемная Колеса Кстати Можно Скинуть Чтобы Уменьшить Объем Если Это Будет Необходимо В общем Складывается Она Прям Как Надо Производители Об этом Позаботились Собственно Все Что Хотел Я Вам Рассказать Я Рассказал Как По Мне Я Вначале Вам Сказал Что Мне Нравится ABC Дизайн Очень Достойные Коляски Вообще Лояльная Компания Хороший Сервис В принципе Вообще К ним Вопросов По Большому Счету И Нет И Цена Качество Здесь Одно Из Самых Привлекательных Как По Мне Вот Она Стоит На Текущий Момент Что То В Районе 45 Или 46 Тысяч Рублей Это Дешевле Польских Колясок А Здесь Немец Понимаете И Ну Таких Приложений На самом деле Практически Нигде Найдете Поэтому Напоминаю Ссылка В Описании Можете Заказать В Первой Коляске Вам Или День В День На Следующий День Доставят И Вы Убедитесь Для Вашего Ребенка Если Обзор Понравился Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал И Всего Вам Доброго Пока